Ученые из Великобритании, Китая и России с участием физиков Казанского федерального университета выяснили, что жидкости обладают свойствами твердых тел. Исследователям удалось экспериментально доказать наличие у жидкостей сдвиговой жесткости. Именно из-за этого свойства жидкость не может сохранять свою форму. Как оказалось, это свойство не выполняется на микроскопических масштабах. То есть, когда мы рассматриваем жидкость на очень-очень малых масштабах, то такое свойство, сдвиговая жесткость, в жидкостях проявляется. И жидкость себя ведет как твердое тело. Ну, например, если мы будем оказывать на жидкость какое-то механическое воздействие, то на микроскопических пространствах масштабах жидкость будет реагировать как типичное твердое тело. Исследования проводились в течение года. Ученые КФУ совместно с коллегами из Великобритании выбрали одни из самых перспективных экспериментальных методов. Метод по неупругому рассеянию нейтронов и метод по моделированию молекулярной динамики. Особенностью нашей работы является то, что она содержит в себе как экспериментальные оригинальные исследования. Это рассеяние медленных нейтронов. Далее разработана теория наша, оригинальная, которая объясняет свойства. Объясняет и предсказывает ряд других свойств, которые мы продолжим исследовать и которыми мы в будущем будем заниматься. И также работа содержит результаты по моделированию молекулярной динамики. Этот метод реализуется на суперкомпьютерах, как правило. Расчеты делались на суперкомпьютере Казанского федерального университета. Данные исследования являются не только важными для понимания целого ряда фундаментальных научных вопросов, связанных с физикой жидкого состояния, но имеют практическое применение. Эти результаты, которые нами получены, они могут помочь и оказаться полезными при разработке способов управления процессами затвердевания расплавов жидкостей. Второе применение возможное, как нам кажется, это то, что наши результаты могут оказаться полезными в такой современной области, которая сейчас очень сильно и очень бурно развивается. Эта область называется нанофлюидика. Это жидкости, которые текут или которые находятся в очень малых ограниченных пространствах, например, в капиллярах, в каких-то порах. Стоит также отметить, что данная исследовательская работа выполнялась при поддержке российского научного фонда. Эльвира Зорина, Универньюс.